Сегодня поговорим с вами на такую тему Как понять, что перед вами настоящее ясновидящее? Как записаться к гадалке и к ясновидящей? Для начала давайте проясним, что означает гадалка. Если разобрать это слово, то га означает дорога, а далка означает дать, то есть гадалка – это дающая дорогу. А ясновидящая, соответственно, та, которая ясновидит, та, которая может увидеть ту информацию, увидеть то, что не видите вы, что не видят обычные люди. Ясновидеть можно с помощью различных инструментов, например, с помощью карт, с помощью шара магического, с помощью маятника, с помощью сновидений, с помощью зеркал, с помощью воды. Напрямую можно считывать информацию, но это не всем дано, и это очень энергозатратно, поэтому этот способ уже совсем крайний. И гадать можно также с помощью различных инструментов, тоже таких как карты, руны и так далее. И вы должны понимать, что тот мастер, к которому вы приходите, к которому вы обращаетесь, да, вот вы, например, нашли какого-то мастера, какую-то гадалку, вы к нему обращаетесь, и через него проходит информация для вас. То есть вы приходите к мастеру и запрашиваете информацию. Эта информация приходит через мастера к вам. И то, какую информацию вы получите, напрямую зависит от мастера. Если, например, мастер находится в религиозном эгрегоре, считает, что страдать – это прекрасно и замечательно, что страдать – это высшее благословение и счастье, мастер весь больной и никакой, и весь находится сам в болезнях, в страданиях и в печали, и вы приходите к нему, чтобы он вам дал информацию. Вы запрашиваете у него информацию, и качество этой информации, то, что он вам даст, да, ту дорогу, которую он вам даст, будет зависеть от того, в каком состоянии этот мастер находится. То есть это даже в какой-то степени может быть опасно, потому что, когда мы раскрываем перед вами информацию, например, с помощью карт, например, вы приходите к нам с вопросом о деньгах и хотите решить денежную проблему, и спрашиваете, почему мне не получается много зарабатывать и получать много денег. И мы, обращаясь к мирозданию, ко Вселенной, с помощью карт, например, эту информацию для вас достаем. И то, какую информацию вы получите, зависит от нас. Будет ли она правдивая, либо же она будет исковерканная. И если вы получаете информацию от такого мастера, который, как я описала, да, выше, то он будет пропускать её через себя. Интерпретировать зависит, да, то есть интерпретировать он будет соответственно своему состоянию. Вот зависит от его состояния его интерпретация. И информация, это не только информация, это ещё и энергия. И если, например, вы придёте к нам, и мы будем здраво оценивать вашу ситуацию, смотреть и говорить, что у вас на самом деле происходит, то вы сможете ясно увидеть свою ситуацию, осознать, что происходит, понять решение, и плюс ко всему мы ещё и перекрываем негатив, который выходит. То есть мы ещё и нейтрализуем негатив, который у вас выходит, и как бы открываем для вас дорогу к богатству. Ну, это если вы приходите с вопросом денег. Если вы приходите с таким вопросом к такому мастеру, как я описывала, и он даёт вам эту дорогу, то он открывает ту информацию, которая идёт к вам через себя пропускает, и даёт вам её, интерпретируя её на свой лад. То есть, например, он не скажет вам, что плохо страдать, что плохо, что у вас нет денег, что плохо, что вы мало зарабатываете. Он скажет наоборот, что это для вас высшее благословение, вот вы сейчас пострадаете, потом вы после смерти получите рай, и всё у вас будет прекрасно. И вообще, то, что вы сейчас не можете найти работу, не можете много зарабатывать, не можете бизнес свой поднять, это высшее благословение. И что всё это прекрасно и замечательно. То есть, такой мастер, наоборот, открывает для вас информацию, то есть, он как бы открывает канал, да, и всё равно, даже через карты, даже через диагностику, это всё равно соприкосновение с человеком и магическое воздействие определённое. Это магическая работа. И если вы приходите к настоящему мастеру, он вам помогает, то если вы приходите к такому, как я описала, да, к мастеру, который некомпетентен в определённых вопросах, то вы можете, наоборот, сделать себе хуже. Поэтому, если вы мастеру не доверяете, если нет отзывов о его работе, или они липовые, вы должны обязательно всё это проверять, потому что это огромный риск. Если вы придёте абы к кому, просто потому что вас носит, и вы хотите, чтобы вам подтвердили ваши какие-то догадки, имейте в виду, что этот абы кто может испортить вам жизнь только одним своим просмотром. Как ещё может быть? Ещё может быть так, что мастер вовсе не мастер, а вообще шарлатан, и тогда вы просто потеряете деньги. Но это даже лучше, чтобы вы просто потеряете деньги, чем вам испортить жизнь. Если есть хорошие, да, такие, ну, гадалки, можно сказать, ну, гадалка – это, кстати, не оскорбительное совершенно слово. Я пояснила, что оно значит. Которые действительно могут посмотреть и дать чёткую какую-то информацию хорошую, да, ну, правильную довольно-таки. Но всё равно это зависит от их интерпретирования. Тогда встаёт вопрос, могут ли они как-то помочь и перекрыть негатив, который выходит, или усилить положительные качества той информации, которая вам приходит через них. или исправить ситуацию, когда это нужно срочно. Гадалки, ясновидящие, экстрасенсы, они этого сделать не могут. Да, они могут посмотреть. И то не все, и то единицы. Это я так уже. Но исправить ситуацию может только ведьма. Правильно. Так, чтобы вам потом не было после этого отката. Так, чтобы вы потом не получили от сил. Так, чтобы вам не пришлось платить жизнями своих близких или своим здоровьем. Правильно помочь, правильно перекрыть, нейтрализовать и усилить положительные стороны. А также, если срочная ситуация, например, снять порчу, если вдруг у вас выходит порча, а вы даже и не знали, то может это сделать только настоящая ведьма. Как мы можем посмотреть? Да, тоже. То есть, ну, во-первых, когда вы обращаетесь к кому-то, ну, тоже, да, как в готалке хотите записаться, там, в крестновидящий, вы должны изучить отзывы, это в первую очередь. Отзывы от реальных людей, рукописные, видеоотзывы, да, это не должно быть, там, 20 отзывов, написанных одним почерком в одном стиле. Это должны быть разные реальные отзывы. Вы должны это изучить и посмотреть на мастера. Если вы ему доверяете, да, то вы уже к нему идёте и дальше уже несёте ответственность за то, что вы его выбрали. Мы также можем, мы ведьмы, да, посмотреть и на картах, и разными другими путями, о которых я говорила. Но помимо этого, во-первых, мы даём вам истинную, правдивую информацию. Во-вторых, когда мы её через себя проводим, мы помогаем вам в открытии тех дорог, которые вы хотите, да, то есть, например, вы пришли к нам с проблемой с деньгами, мы у вас увидели закрытые дороги, мы перекрыли этот негатив, который мы увидели, и мы сразу же этим самым действием проложили вам дорогу и путь к деньгам. Это уже происходит во время гадания. То есть, это такая, можно сказать, ритуальная магия, да, но вот так немного мы так ритуалим. Что касается дальнейших развитий, да, событий, то дальше, после этого, во-первых, мы смотрим и явно видим проблему и предлагаем вам её решить. То есть, мы вам даём рекомендации, как вам себя вести, на какую работу вам идти, да, то есть, мы с вами всё это обсуждаем и выбираем наилучший для вас вариант. Смотрим, как будет там, как будет там, на том месте, на другом месте, с какими людьми вам надо взаимодействовать, с какими не надо, с какими стоит строить бизнес, с какими не стоит. То есть, мы всё это просматриваем досконально и с вами определяем чёткий план работы и что будет у вас в том или ином случае. И, конечно, магическую работу мы тоже проводим. Мы с вами обсуждаем, что и как мы будем делать и даём вам чёткие рекомендации, как нужно дальше поступать и чем мы можем вам помочь. Ну и потом мы работаем с вами и исправляем ситуацию и делаем так, что вы находите ту работу, которая вам будет приносить много денег, на которой вы будете расти и станете уже совершенно на другой уровень развития. Но это что касается если денег, да? Также и по любым другим вопросам мы тоже решаем все эти проблемы. Если вы приходите к нам с вопросом любви, то мы также просматриваем, что и где вы никак не так делаете, да? Как вам нужно поступать, вести себя с мужчинами? Как вам поработать над собой, чтобы усилить себя как женщину? И так далее. Ну и, конечно, что нужно сделать магически, чтобы вам помочь? Для самостоятельной работы мы также вам говорим, что вам нужно будет делать. И в магическом плане тоже. То есть, выбирать, пойдёте вы к гадалке, к ясновидящей, к экстрасенсу, к торологу или к ведьме, только вам. И ответственность за это нести тоже вам. Я вам, как ведьма, скажу, что к нам приходят после разных псевдомастеров очень много людей и выясняется, что во время посещения этих самых мастеров они много чего себе испортили. И теперь всё это нужно расхлёбывать нам. То есть, всё это исправлять, решать, всё это теперь нужно нам. Поэтому, если вы хотите получить качественную, высококвалифицированную помощь, то я, конечно, вас приглашаю к нам в Центр парапсихологии Алены Полынь. Вы можете зайти на наш сайт, изучить там отзывы от реальных людей. Реальные отзывы. Ну, или если вы хотите потратить свои деньги, своё время, проверить себя там на прочность, то вы можете, конечно, обращаться к другим мастерам, но потом не говорите, что я вам этого не говорила. желаю всем, чтобы вся магическая помощь, которую вы получаете, она действительно вам помогала. И чтобы вы понимали, что каждый ваш шаг это только ваша ответственность. Субтитры создавал DimaTorzok